Любите играть в GTA, но вечно не хватает денег на новые тачки и недвижимость? Тогда загляните в группу к Фасмиллеру. Это отличная группа с недорогой прокачкой. Гораздо проще заплатить 100 рублей за прокачку в этой группе, чем сутки напролёт безвылазно фармить. Прокачка доступна как для пользователей ПК, так и для пользователей PS4, а ещё PS5. В общем, ссылка в описании. Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Ватман. И перед Новым годом я проводил опрос в группе, на какую машину вы бы хотели увидеть обзор первым. На Аверфлот Зена, который был добавлен в игру вместе со снегом, или на новый Хамви, который завезли 30 декабря. С небольшим перевесом победил всё-таки Суперкар, так что первое видео в 2022 году про него. Аверфлот Зена продаётся на сайте Legendary Motorsport за цену в 2 миллиона 820 тысяч долларов. Нормальная цена по меркам игры на данный момент. Тот же Pegasi Ignat стоит всего на 55 тысяч дешевле. Посмотрим, сможет ли новенький Аверфлот тягаться с имбокаром. Основным прототипом в реальной жизни у этой машины является гиперкар SSK Taitara. Одно время он был самым быстрым автомобилем в мире для дорог общего пользования, обогнав даже Bugatti Chiron. Но потом его результат опровергли, и Chiron остался самым быстрым. Ну а Taitara на втором месте. Хотя не так давно уже Tesla Model 3 смогла проехать быстрее Chiron. Но путать бензиновые и электроверсии мы не будем. Привод у данного суперкара только задний, передний не подключается. Из-за этого при резком вывороте колёс машину может развернуть. Так что в поворотах с ней нужно быть поаккуратнее. Финишная черта прямой по автостраде была преодолена за 58,5 секунд. Что размещает данный суперкар на пятом месте среди 39 протестированных моделей. Максималка у машины хорошая и идентичная Pegasi Ignus, который здесь на седьмом месте. Разница на 0,3 доли секунды. Переходим на остальные треки и в автомастерскую, чтобы посмотреть возможности её внешней кастомизации. Сразу скажу, что тюнинг, который завезли этой машине, вы не встретите больше нигде. Он здесь поистине уникальный. Начинается с передних бамперов. Сам бампер не меняется. Добавляются сплиттеры 15 вариантов. Нормальное решение для суперкаров. Сзади 15 диффузоров, которые отлично здесь смотрятся и точно повторяют форму самого кузова. Глушителей аж 20 моделей. Из-за выхлопных газов нормально разглядеть некоторые из них не получится. Но вообще глушители здесь также проработаны и каждый смотрится к месту. Капоты у нас само собой спереди. Я так понимаю, разработчики это сделали, чтобы игроки не путались. Ну а багажников, которые здесь капоты, 13 штук. Это либо варианты с выступами, либо прорези. Раскрасок 10 вариантов. И большинство из них вы также не встретите больше нигде. К моему тюнингу отлично подходили красные полосы. Но от раскраски легендари я отказаться не смог. Зеркала. Их можно либо убрать, либо поставить основного цвета, либо карбоновые. Игроки говорили, что с ними есть баг. Сама текстура этих моделек уходит под машину и не дает им наезжать на бордюры. Я это проверил. Со стоковыми зеркалами, которые дополнительного цвета, все нормально. На бордюры заезжать можно. Если зеркало убрать, тоже ничего не поменяется. Бордюры будут нам доступны. Далее посмотрим зеркала основного цвета. Все без изменений. Бордюры покорять можно. А вот карбоновые зеркала забагованы. Установив их, вы не сможете заезжать на бордюры. Вернее, сможете это сделать носом вперед. Но в этом случае просто подлетите на препятствии. А при движении боком вообще заехать на бордюр не сможете. Так что от покупки карбоновых зеркал воздержитесь. Переходим к окраске. Основной цвет дополнительный и цвет обивки. Основной перекрашивает весь кузов. А дополнительные небольшие элементы кузова под фарами. Боковые зеркала и часть стоковых дисков. Также перекрашиваются мешки под глазами задней части суперкара. Вообще, еще одна уникальная вещь в копилку Зена это диски. Таких двухцветных вариантов в игре больше нет. Ну и в дополнение много навесных деталей имеют такой же цвет. А цвет обивки меняют торпеду, элементы дверей и сидений. Крыша есть основного цвета, дополнительного и под карбон. И также есть варианты с ребрами, выступающими вверх, и с выемкой, проваливающейся вниз. Порогов 21 моделька. По факту в три раза меньше. Каждый повторяется в трех цветах. Есть модели с канардами, одинарными, двойными и тройными. И двойные суперпороги. Сполеров 16 штук. Все в одинаковой степени увеличивают прижимную силу. Есть даже ушки, как у прототипа Таитара. Хотя у нее еще и спойлер динамически шел в комплекте. При тонировке стекол заметно затемняются только боковые и маленькое окошко между салоном и отсеком двигателя. Заднее окно над двигателем тонируется незначительно. На этом уникальный тюнинг данного суперкара заканчивается. Ему можно занизить подвеску доролийной. При занижении завала колес нет. Подвеска никак не влияет на управляемость и маневренность данного суперкара. Проехав тестовый трек на обычной подвеске, лучшее время, которое я смог показать 52 секунды. Причем почти на грани с 51. На заниженной подвеске результат нисколько не улучшился. Все те же 52 секунды. Подвеска никак не влияет на управление и его остроту. А вот броня в случае с этим автомобилем влияние оказывает. Без нее машина легкая ее постоянно куда-то сносит. С броней она приобретает тот недостающий вес. И дорогу начинает держать уверенней. Вот и время на треке улучшается на одну секунду. А по маневренности на тестовом треке Зена практически не уступает Пегаси Игнус. Так что броню ставить нужно, а подвеску по желанию. Броня нужна еще и для прочности, поскольку первая встреча с поездом без брони пережита не было. А вообще машина довольно сильно деформируется, но даже завал колес не влияет на управляемость. Она все равно едет прямо. Со знаниями того, что броня на машине полезна, я отправился покорять оставшиеся треки. Лучшее время, показанное на каскадерской трассе, минуты почти 44 секунды. Это время размещает суперкар на десятом месте среди протестированных суперов. То есть в топ-10 на каскадерских гонках он входит. Но из-за заднего привода с ним придется на треке воевать. Но поскольку это суперкар, то и крутящий момент у него более-менее сбалансирован. Вот если задницу подкинет, то тогда да, машину может развернуть. Но если этого не допускать, то повороты проходить комфортно. Вы чувствуете тот момент, когда машину начинает заносить. Короткий отпуск газа и небольшое подруливание в сторону заноса решает эту проблему. Меня на треках практически не заносило. Ускорение здесь оставляет желать лучшего. Машина разгоняется не очень быстро. Максималка высокая, это мы выяснили. А тормоза здесь средние. Не сказать, что прям вау, но машину останавливают нормально. В целом суперкар по управлению скорее некомфортный. Тот же Pegasi Ignus на голову выше. А лучшее время, показанное Зена на городском круге, минута и 11,5 секунд. Это 14 место на общей таблице. И это время на 3 секунды медленнее, чем у Ignus, который здесь на первом месте. 3 секунды для такого трека это много. Так что, несмотря на то, что максимальная скорость у обоих суперов одинаковая, Ignat до неё разгоняется быстрее. К тому же он полноприводный. Разбираем другие параметры. Через меню взаимодействия открываются обе двери, багажники и капот. Причём здесь всё правильно. Багажник спереди, а капот сзади. Разработчики настолько прониклись этой машиной, что полностью скопировали конструкцию открытия всех элементов. И капот, и багажники, и даже двери открываются точно так же. Правда, с дверями малость промахнулись. Вы только представьте, что вся эта 40-килограммовая конструкция держится на одной петельке. У оригинала хотя бы в двух местах фиксируется. Ну, вернее, в одном снизу, но там хотя бы петля побольше. Само багажное отделение это чёрная дыра. Свет от солнышка и фонарика в ней не отражается. Ну, хотя бы дворник убрали с лобового стекла. Там он малость мешает. Что ещё нового и уникального в этой машине, так это моделька двигателя. Что неудивительно, потому что её тоже практически полностью скопировали с Тайтары. У Узена заднее стекло также непробиваемое, а стекло капота пробивается. Впрочем, всё как и у Игнуса. И стрелять назад через стекло можно без проблем. Короче, тачка подходит не только для гонок, но и для заданий, в которых множество NPC пытается вас убить. Салон этого Аверфлода не новый, в игре таких полно. И из последних протестированных машин яркий пример это Гротти Вижн. Ну, только у того руль более гоночный и сиденья лечебные. Камни в почках разбивают. А здесь руль более приземлённый и простой. Сиденья также располагают комфортно езде. А вот вид от первого лица настолько неудобен, что эту машину хочется купить. Потому что до этого в любом суперкаре обзор был почти как в седании. Стойки практически ничего не загораживали. А здесь стойки настолько широкие, что при направлении взгляда прямо вы вообще не увидите, что там сбоку происходит. Так что это прям настоящий суперкар, в котором как в танке можно брать. Переходим к обзору днища. Это двухуровневая карбоновая панель с небольшой полочкой. Причём с багом. Пули от неё отскакивают и следов не оставляют. Зато если стрелять по основанию дверей, то пулевые отверстия остаются. Как вы помните, двери здесь открываются вместе с днищем. Чтобы вылазить было удобно. Не совсем понятно, почему разработчики не стали закрывать двигатель. Например, у всё того же Vision дно полностью закрыто. Топливный бак, как обычно, за задним левым колесом. Свет фар и задних фонарей. Стоп-сигнал — это светодиодная полоса по центру автомобиля с бесконтрольным пучком посередине. Также стоп-сигнал дублируется в определённых моделях спойлера. Габариты захватывают весь фонарь. Их форма повторяет форму оригинала, но только в игре их немного вытянули и загнули вниз. Лампочка заднего хода — это часть ленты между стоп-сигналом и габаритом. Спереди ближний и дальний находятся в одной светодиодной ленте. Тут ничего примечательного. Пучок света от ближнего светит прямо и чуть правее, а дальний всё то же самое, только повыше. Ну и какой вывод можно сделать по суперкару Аверфлот Зена? Технические характеристики у него довольно хорошие, но этот суперкар не имба. Тот же Пегаси Игнус будет побыстрее и держака у него побольше. К тому же стоит он немного подешевле. Зато плюсы Зена — это уникальный тюнинг, которого нет в игре, пусть он и немножко дорогой. И также это внешность, которая на фоне Игната смотрится более сдержанной. Нельзя забывать и про баг с зеркалами у этого суперкара. В целом это довольно быстрая машина, которая в умелых руках сможет тягаться в гонках с другими суперкарами. При этом её также можно использовать в повседневной езде и на заданиях. Попасть в ВАЗ в этой машине будет довольно сложно. Покупать ли её за 2 миллиона 820 тысяч долларов? Ну, я бы не стал. Например, то, что я сказал о ней, можно перенести и на Пегаси Зенторна, кроме тюнинга, конечно. Та машина тоже неплохая, но стоит в разы дешевле. А здесь мы переплачиваем именно за уникальный тюнинг и внешность. А у меня на этом всё. С вами был Ватман. До новых встреч! Пока-пока! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok